Вас интересует овсяная диета? Прекрасно! Ну, если у вас обострился гастрит, эрозидный гастрододенид или язвенная болезнь желудка либо двенадцатиперстной кишки, вы все делаете правильно. Заварили жиденькую овсяночку, съели ее, она попадает в желудок, контакт между воспаленной слизистой желудка и соляной кислотой с пепсином уменьшен? Более нет. Но на таком лечении не советую находиться более двух суток. Нужно применять все-таки более сильнодействующие средства, будут это фармакологические препараты или лекарственные растения. Это ваш выбор, чем вы будете лечиться, но одна овсянка поможет вам убрать болевые ощущения в коротком промежутке времени. А дальше вы должны эту диету расширять. Почему? Потому что для активной работы организма, для предупреждения и лечения любых воспалительных процессов, язвенных процессов, вам нужно разнообразное питание. Овсянка – это один компонент. А для того, чтобы вы не думали о том, как обеспечить работу своего организма, вы должны дать от 20 до 40 наименований. То есть, если вы не добавите своевременно еще как минимум 19, а лучше 39 продуктов питания, ваш организм будет работать неполноценно. И нечем будет ему бороться с этим воспалительным процессом. Нечем будет завершить его. Если же вы используете овсяночку для снижения веса, в системах таких разгрузочной диетической терапии, тоже долго этого делать нельзя. По одной простой причине. Исходный обмен веществ у вас был один. Только вы дали низкокалорийную овсяночку. Организм пару дней будет еще думать, будет надеяться, что в конце концов это испытание для него тоже когда-то закончится. Если больше двух дней вы находитесь на овсянке, он начинает тормозить обмен веществ. В соответствии с той калорийностью, которую вы ему даете. Только вы уходите с овсянки на обычный, более высококалорийный рацион питания. Невозможно сидеть на ограничительной диете долгое время. Вы видите разницу? Калорийность ваша вот, а обмен веществ вот. Поняли теперь, почему при окончании диеты вы не просто набираете вес, вы его набираете с запасом. Пока организм дойдет до вот этой калорийности, своим обменом веществ, пока он его раскачегарит, проходит определенное время. За это время вы набираете с лихвой то, что потеряли во время диеты. Поэтому овсянка это здорово, это классно. Но это один компонент из системы правильного питания. Кстати, если вы не уверены в своем иммунитете, овсянку лучше исключите из своего рациона. По той простой причине. Она относится к глютеновым крупам. А глютеновая энтеропатия, то есть когда полноценно белки и овсянки не перевариваются, 5% онкологии в Европе уже посчитали. Поэтому, если вам хочется наладить в своем организме правильное питание, предупреждать различные болезни, заодно регулировать вес, не важно. Овсянкой можно как набирать вес, так и снижать. Все зависит от того, в каком соотношении она пойдет в организме. Если вам это необходимо, обращайтесь. Кто-то вас уже опередил. Надеюсь, что вы будете следующим. Контакты увидите.